Всем привет! С вами снова Илья. Обзор прогноза криптовалютного рынка на 11 августа. Сегодня, как обычно, посмотрим на рынок в целом, что на нем произошло за последние сутки. И будем сопровождать и начинать различные торговые идеи, в том числе по альткоинам. Итак, биткоин-доминация 45,4%. Сам биткоин немного подрос, но держится до сих пор в своем узком боковом диапазоне 46200. По альтам ситуация неплохая. Мы видим, что монеты, многие показывают рост вплоть до 20%. Наиболее интересные я сегодня взял, поэтому давайте сразу к ним переходить. Итак, по биткоину ситуация в целом остается такой же бычей. Никаких признаков, скажем так, разворота тенденции на данный момент не наблюдается. Если касательно моего предыдущего предположения о величине последующего импульса, который начался у нас с 37600 долларов, я все-таки сохраняю цели. Я сохраняю таргет. Это где-то 48000-49700. Именно от этой зоны, на мой взгляд, будет начинаться уже коррекционное движение, которое вычислено исходя из величины предыдущего импульса и в последующем зоны накопления. Что касается такой более локальной картины, я долго смотрел на график, смотрел на закономерности, смотрел на сетапы и в принципе единственное, что меня здесь смущает, опять же, это что с точки зрения краткосрочной перспективы здесь будет небольшой сквиз, небольшой сквиз покупателей за диапазон около 43 тысяч долларов. Смотрите, здесь два или даже три фактора указывают на это. Прежде всего, это так называемая консолидация после пробоя уровня. То есть, видите, у нас был уровень, цена этот уровень пробила. Как правило, в последующем быки должны подключаться и в принципе дальше продавливать цену. Но если этого не происходит сразу же, а цена уходит в консолидацию, то это нередко говорит о том, что сейчас будет небольшой сброс покупателей, которых как раз таки в этом боковом диапазоне заманили. Плюс мы видели подобную картину вот здесь. Также, если вы посмотрите на 4-часовой график, у нас наблюдается дивергенция. Но это как бы самый такой второстепенный фактор. В связи с чем самое страшное, на что здесь можно рассчитывать, но с другой стороны, дающая нам возможность зайти в краткосрочный лонг, это опять же. Вот смотрите, в предыдущий раз цена сначала сбила продавцов и впоследствии пошла уже бить покупателей за вот этот вот минимум. Поэтому сейчас цена может вырасти ненамного и в последующем как раз бить вот этих вот покупателей. Здесь очень сильный уровень и здесь большое количество стопов, поэтому эти стопы могут подбрить. На мой взгляд, это хорошая возможность будет для того, чтобы взять здесь лонг позицию с небольшим стоп-лоссом, где-то ниже 42 тысяч долларов и в общем-то проторговать эту ситуацию в краткосроке. Однако, естественно, шорт позиции здесь открывать, на мой взгляд, точно не стоит, потому что цена может вполне сразу уйти на вот этот вот диапазон, который я ранее обозначал как диапазон предполагаемой коррекции. И вот от него я бы уже рассмотрел какие-то интересные шорт позиции, если там будет остановка цены. На мой взгляд, это будет слабым признаком и будет более существенная коррекция. Вот, в принципе, и все. Что касается, как бы, таких более долгосрочных перспектив, я вам это уже все неоднократно описывал. Ну и инвестиционная часть, которая частично уже закрыта, я буду смотреть на передобор, опять же, этой инвестиционной части, при перелову 40, там, 3000 долларов, либо при более существенных коррекциях. То есть, у инвестиционной части задача предельно простая. На сетапы не смотрим, смотрим на цену и на потенциал, и какие у нас будут соотношения прибыли и рисков. Вот, идем дальше, давайте перейдем к эфиру. Я, кстати, напоминаю, что все котировки я беру с биржи Binance, сам торгую на бирже Binance, и вы можете в описании найти ссылки, по которым зарегистрироваться и получить максимальный кэшбэк на комиссию, 20% на спот и 10% на фьючерсы. Давайте перейдем к эфиру, посмотрим, что у нас здесь, что получилось, что нет. Так, значит, это дело мы все удаляем. Здесь была идея взять после перелову, но, видите, такого перелову не произошло, цена остановилась до уровня, поэтому тут ничего интересного. При этом цена пробила такие уровень, вот этот вот красный, вот эту вот красную зону. Первый раз, правда, ложно, и вынесли всех лишних покупателей, но сейчас, в принципе, мы видим, что цена уже довольно долго проторговывается и также закрепляется выше диапазона. Скажем так, это не тот предел мечтаний, на который я рассчитывал для того, чтобы открывать лонг позицию, потому что все-таки при пробое какого-то сильного уровня, если этого продавца разобрали, то впоследствии начинается импульсное движение. Импульсное движение довольно быстрое и сильное. Здесь мы этого не видим. Мы видим, что цена, она все пытается как-то обмануть то покупателей, то продавцов, и это довольно тревожный признак, поэтому, если убрали на пробое, я бы здесь просто перенес на без убыток эту сделку и дожидался дальнейшей развязки. Сама же цель, я напоминаю, сетапы это 3400-3500. В остальном, в принципе, никаких изменений. Здесь еще и, видите, под подозрением биткоин, который такой более нейтральный, уже менее побычно настроен, чем когда цена была у нас перед уровнем. Поэтому сейчас он еще тоже может оказать дополнительное давление в этом плане, в связи с чем, как бы, вот такая страховка и перенос стоплоса на без убыток. Рипл действительно удивляет. Неплохой рост он демонстрирует. Не удалось нигде зайти, ну, по крайней мере, мне. Точнее, мне не удавалось зайти до этого, но я его закрыл раньше времени, как уже сейчас выяснилось. Ну, вместе с тем, я считаю, что это правильное решение, потому что на тот момент он выглядел слабее всего рынка. Сейчас я смотрю, я смотрел на Рипл по отношению к биткоину. Опять же, вот возникновение альт-сезона как такового, да, и вообще все, что с ним связано, это, на мой взгляд, хорошо прослеживается именно на графике к биткоину. Рипл, там сейчас вот этот вот рост, который он показал, это, в принципе, рост просто от нижней границы диапазона по 50 к верхней границе диапазона. И вот сейчас он подходит уже к верхней границе диапазона. Среди с чем я делаю вывод, что такое импульсное движение, оно может уже завершиться где-то по 93-95 центов. Если же он эту отметку будет преодолевать, и на графике к биткоину, если вы посмотрите, он тоже сильный уровень. Если он этот сильный уровень будет также преодолевать, то, на мой взгляд, это уже сильный признак, и мы можем дальше рассчитывать на дальнейший рост. Пока же я все-таки без каких-либо сделок здесь. Была там инвестиционная часть, которую мы еще очень давно там набирали, еще где-то по 60 центов там добавлялись. Но там часть несущественная, я не хочу сделать так, что там чуть-чуть выросло, уже все закрывать. Это уместно на биткоине, потому что там довольно большая инвестиционная часть на 60% всей инвестиционной части. Поэтому там уместно более осторожно себя вести по риплу. Я все-таки ее буду крыть только при очень существенном росте. Там выше доллара 50, возможно выше доллара 70. Пока что, по крайней мере, план заключается в этом. Итак, Монеро. Интересная ситуация. Монеро пришел к следующему уровню. Уровень тоже сильный. Ситуация похожая с той, что была вот здесь. И, в принципе, уже избивал он стоп-лоссы. Но мне кажется, что, наверное, еще одно какое-то движение будет для убивания этих стоп-лоссов. И после этого Монеро сможет и с этим уровнем разделаться. Здесь, я думаю, что такой сетап тоже можно проторговать спокойно. Если вы уже закрыли, а у нас, я напоминаю, что последнее закрытие только 280. С учетом того, что цена консолидируется перед уровнем. И 280 здесь, на мой взгляд, будет уже просто неуместно крыть. Я бы сделал следующим образом. Если позу до сих пор держите, 50% покрыть прямо сейчас, потому что мы на уровне находимся. А 50% оставить на пробой этого сетапа. И у этого сетапа высота где-то 25-30 долларов. Что ведет нас примерно к 300. То есть, я бы вот так вот перенос последний тейк профит где-то в район 300. И там бы уже за ним следил. А так, в принципе, Монеро до сих пор выглядит очень сильно. Вот эта вот зона накопления, которая фактически была преодолена. Впоследствии мы видим, в принципе, стандартную ситуацию. Когда идет до накопления сброс покупателей. Дальше рост. До накопления сброс покупателей. Дальше рост. Что предполагает, на самом деле, неплохое развитие событий в среднесрочной и долгосрочной перспективе. И здесь может и с 300 долларами разделаться Монеро. И выйти уже там к 350-400. Поэтому сейчас, вот по крайней мере, по тому, как развивается тренд. Можно судить о том, что движение основное, оно еще впереди. При этом, я бы сказал, что сейчас еще ситуация пока что подвешенная. И в таких подвешенных ситуациях мы должны все-таки руководствоваться больше сетапами. И проторговывать эти сетапы. Возможно, они принесут не так много. Но они точно принесут безопаснее. Ну, да, безопаснее, нежели просто там Bind Hold до конца жизни. Так, Cardano. Значит, неплохой рост тоже продемонстрировал. Все окей. Однако, мне не нравится то, что Cardano начал ускоряться. Один из признаков завершения тренда, на мой личный взгляд и на взгляд многих авторов, назовем это так, это ускорение тенденции. Здесь у нас, видите, очень органично тренд развивался. Впоследствии мы видим вот такое вот ускорение. Ускорение, как правило, заканчивается сбросом покупателей, которые в него заходят. Вы можете это отследить, например, вот здесь. То есть, видите, нормальное развитие тренда, впоследствии ускорения. И это часто приводит именно к уже такому довольно существенному откату. Плюсом ко всему, здесь у нас уже приближение к сильному хаю, к сильному уровню. И часто при выбивании этого хая мы можем увидеть вот такое вот движение вниз. Поэтому по карданам я бы сказал, что у нас движение от железобетонного уровня к железобетонному уровню. Поэтому здесь какие-то бай только после откатов. Ну и зеленый диапазон, который у нас висит уже очень давно. Это 1 доллар плюс-минус там 3-4 цента. И, соответственно, при возврате там новый бай и новый холд до верхней границы диапазона. Так, значит, Litecoin. Обратите внимание, сейчас вам покажу. Смотрите, есть BitTorrent, например. И он, знаете, с каким-то опережением. И вообще, ну, некоторые другие монеты тоже. Он с некоторым опережением показывает то, как отрабатываются сетапы, которые на многих монетах еще только начинают формироваться. И до этого, мы помните, по BitTorrent увидели вот этот вот восходящий треугольник. Поджатие уровня, впоследствии пробой. Сейчас вот такая вот консолидация с пробоем. И по многим другим монетам мы видим, что формация рисуется такая же. Да, вот видите, формация рисуется такая же. Формация рисуется такая же, но она еще не пробита. В связи с чем, я думаю, что этот пробой, он будет все-таки... Он состоится и цена, как бы, дальше ускорится. Сейчас, с учетом вот этого вот хая, с учетом такого небольшого сброса, может быть какая-то коррекция. Но впоследствии Lite выглядит, опять же, достаточно сильно. Сильно наравне с другими монетами. И в отличие, например, от того же Cardano, он пока что никакого ускорения движения не демонстрирует. Он держится вокруг, в принципе, такой средний по развитию тренда. Никуда от нее не отходит далеко. То есть, то чуть слабее выглядит, то чуть сильнее. Но тренд развивается достаточно органично. Поэтому я думаю, что у Lite здесь перспектив еще остается чуть побольше. А вот уже на ускорении движения, если таковое будет, здесь уже следует рассматривать какое-то закрытие позиций. Вот, а что касается... Давайте это все закроем. А что касается потенциальных точек входа. Ну, здесь для краткосрока подходит, на мой взгляд, только цена около 156-160. И идея здесь заключается в коррекции по BTC. И Lite в свою очередь, чтобы тоже выбил вот этот вот low. И далее уже, я думаю, что можно такой лонг открывать более безопасно. Если по долгосроку, то точка входа нас здесь должна волновать, конечно же, меньше. Вот такая ситуация на текущий момент времени. Я напоминаю вам, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйте в то, что вы не готовы потерять. Всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения. Своё торговое решение принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и пока. Субтитры создавал DimaTorzok